Сотрудник водопроводной компании, которого наняли для ремонта ванной комнаты, обнаружил странный торчащий из стены кусок металла. Ради любопытства он решил его вытащить, и им оказался золотой слиток весом 1 килограмм. Его оценили приблизительно в 50 тысяч долларов, и так долго его не находили просто потому, что он был хорошенько замурован. Водопроводчик оказался честным человеком и отдал свою находку хозяевам дома. Но бывают находки и пострашнее. Так одна семья в Монреале решила сделать ремонт в подвале своего дома. Довольно скоро рабочие обнаружили, что в потолок подвала замурован человеческий скелет. В ужасе были все и работники, и владельцы дома, которые прожили в нем не одно десятилетие. И не знали о таких сюрпризах. Полиция оценила находки в 50-80 лет. Так что узнать историю этого скелета, скорее всего, не удастся. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Не все находки бывают дорогими, некоторые бывают даже опасными. Так, однажды устраивая разбор старого хлама во время ремонта, человек нашел старый и красивый бокал и решил оставить его в своем наборе посуды. Ничего не предвещало беды, пока на бокал не попал свет ультрафиолетовой лампы, отчего он начал светиться ярко-зеленым. Оказалось, что бокал сделан в 1911 году и в составе стекла есть уран. Но большинство находок все-таки более приятные. К примеру, за фальшивой стеной удалось обнаружить огромную металлическую панель с рычагами. Далеко не сразу владельцам дома удалось догадаться, что так выглядели первые электрические выключатели. Кстати, они оказались рабочими и их решили не убирать. Во время ремонта обнаружилась странная узкая прорезь в стене, которая вела до самого первого этажа многоэтажного дома. Далеко не сразу удалось найти металлическую табличку, которая объясняла, для чего сделан этот желоб. Оказалось, что таким образом от жильцов дома собирали письма для отправки на почту, избавляя людей от необходимости самим спускаться на первый этаж. Фундамент огромного многоэтажного дома со временем немного просел. Было решено заняться его ремонтом. Каково же было удивление рабочих, когда выяснилось, что дом буквально стоит на старом кладбище. Захоронение было решено не переносить, поэтому теперь подвал дома украшают древние надгробия. Жутковатое соседство, не находите? Подвалы вообще скрывают в себе много интересного. Так однажды торговый центр выкупил себе старое городское здание и при ремонте обнаружил в подвале настоящий банковский сейф. Толщина металла была такой, что срезать и вывозить его было слишком дорого, поэтому дверь решили оставить как есть, превратив бывший сейф в аптеку. Делать ремонт вместе с детьми – это отдельная история. В одном доме, когда со стены сняли накладные панели, под ними обнаружился настоящий шедевр детского творчества. Ребенку явно дали порезвиться перед началом ремонта. Когда намечается ремонт, неплохо бы все-таки снимать со стен старые обои, перед тем, как наклеивать новые. Иначе через энное количество лет в дом можно будет приглашать археологов, чтобы они смогли разобрать все слои этого настенного бутерброда. Молодая семейная пара купила квартиру, и они долго не могли понять, для чего на окне в ванной установлены решетки. Правда открылась только, когда они собирались сделать в ванной комнате ремонт. Выяснилось, что раньше этот дом использовался как тюрьма, а конкретно их ванная была камерой для одиночного заключения. В Гватемале есть очень старые дома. Так, одна семья живет в доме, которому около 300 лет. Не знаю, впервые ли они решили за это время сделать ремонт, но когда смывали штукатурку с одной из стен, обнаружили под ней настенную роспись, изображающую битву народа майя с конкистадорами. Историки были в восторге от находки, но никаких объяснений, как эта роспись могла там оказаться, ни у кого нет. А вот паре из Пенсильвании повезло меньше. Когда они начали ремонт и стали отклеивать старые обои от стен, оттуда во множестве стали выпадать сухие кости птиц и животных, тщательно завернутые в газеты. Кто и зачем прятал кости в стене, неизвестно. Предполагается, что этим занимались для каких-то колдовских ритуалов. Если ваш дедушка побывал на войне, то будьте готовы к самым неожиданным находкам во время ремонта в его доме. Например, к старым снарядам. Ну кто из нас не мечтал найти деньги? Желательно целый чемодан. А вот семейной паре, которая переехала в дом 40-х годов постройки, повезло. В подвале обнаружился чемодан, где были аккуратно переложенные газетами стопки купюр. Общая сумма составила 23 тысячи долларов. Иногда воспользоваться найденными деньгами не удается. Так при ремонте одного из домов рабочие нашли полмиллиона долларов и заявили, что раз они их нашли, то им они и принадлежат. Понятное дело, что владельцы дома с этим не согласились и тоже заявили права на находку. Вот только судьи решили найти истинных владельцев этих денег. Выяснилось, что это наследство от умершего 11 лет назад человека и деньги вернули его наследникам. Лучше чем просто найти сокровища, может быть только найти карту сокровищ. Так во время ремонта была найдена целая кипа бумаг, которые оказались картами со странными пометками. Нашедшие их люди уверены, что они ведут к спрятанным тайникам. Расшифровать путь у них пока не получается. Впрочем, сами старинные карты уже сами по себе сокровища. Их стоимость около 6 тысяч долларов. Когда покупаешь старый дом, следует быть готовым к не самым приятным сюрпризам. Так, купив особняк, которому около 200 лет, во время ремонта в подвале нашли человеческий череп. Сначала вызвали полицию, но потом поняли, что тут скорее нужно звать археологов, поскольку находке было два столетия. Венгерская семья затеяла ремонт своей квартиры в Будапеште. Но им пришлось остановиться, поскольку в стенах оказались спрятаны нацистские документы, помеченные грифом «совершенно секретно». Историки были рады, а вот люди остались без ремонта. Житель итальянского города Палермо решил освежить ремонт одной из своих комнат. Он был немало удивлен, когда под слоем штукатурки обнаружился красивый синий с золотом орнамент. Вызванные эксперты сообщили, что во времена крестовых походов в этой комнате была оборудована мечеть. Ее было решено отреставрировать и оставить в первозданном виде. Молодая пара из Аризоны, ремонтируя собственную кухню, нашла замурованный в стену сейф. Вскрыв его, они обнаружили там 50 тысяч долларов и бутылку виски 1860 года. А также в сейфе оказалась карта с несколькими зашифрованными ключами, которая предположительно ведет к кладу. Когда решаешь поменять в доме паркет, как-то не ожидаешь найти на полу высокохудожественную роспись, сделанную хиппи в 70-х годах прошлого века. Под толстым слоем штукатурки на стене был обнаружен старинный электрический переключатель, который до сих пор работает и может использоваться. Зачем его когда-то замуровали, непонятно. Представляете, каково это, начать ремонт и обнаружить, что комната имеет неправильную форму не просто так, а потому что весь угол занимают огромные глыбы песчаника, убрать которые нет никакой возможности. Знаете, как можно отличить настоящего фаната игры в Монополию? В его комнате весь пол представляет собой игровое поле. Даже жаль, что такой шедевр был долгое время спрятан под слоем линолеума и нашли его только недавно. Но вот скажите, как можно было заклеить обычными обоями такую красоту? Когда их сняли со стены, обнаружили потрясающую роспись, зрительно расширяющую пространство. Вы давно проверяли свои шкафчики в ванной? Вдруг за ними скрываются тайники с настоящим кладом, как в этом случае, когда были обнаружены небольшой запас монет и старые обручальные кольца. А как вам перспектива найти собственный колодец во время ремонта? Владельцы дома решили его не убирать и превратили в элемент декора на собственной кухне. Бывают находки совершенно бесполезные, но очень милые. Как, например, вот такие очаровательные рисунки рыбок под слоем старых обоев. Владелец дома заметил, что пол на кухне стал скрипеть, поэтому он решил его слегка отремонтировать. Но когда снял верхний слой, обнаружил под ним огромный подвал, размером с целую комнату. При ремонте кухни в старом доме нашли маленькое отделение, размером ровно с бутылку для молока. Внутри стены было прохладнее, чем снаружи, и эта ниша раньше использовалась вместо холодильника. Еще интереснее найти в своем доме собственный старинный рычаг для вызова лифта. Причем от самого лифта в доме не осталось даже воспоминания. А это самая милая находка, которую только можно было сделать. На кладке из очень старого кирпича обнаружен след кошачьей лапы. Видимо, кошки во все времена любили пакостить, оставляя следы на незастывшем растворе. За стеной у людей периодически раздавались странные звуки. Настолько странные, что они решили разобрать стену и посмотреть, что же там находится. Оказалось, что за стеной находится шахта, а в шахте висит цепь, которую, предположительно, забыли строители дома. Готовиться к школе можно по-разному. Кто-то учебники штудирует, кто-то в библиотеке зависает. А вот у продавцов этого магазина свои представления о том, что необходимо для получения знаний. Был очень простой план спилить дерево, но что-то явно пошло не так. Похоже, дерево было с планом не согласно, поэтому отобрало у незадачливого лесоруба пилу. И хорошо, если еще не дало ему напутственных подзатыльников, чтобы больше не баловался в лесу с инструментом. Видимо, это задумывалось как надежная защита велосипеда от кражи. Но тут следует четко определиться, что ты хотел сохранить, велосипед или колесо. Может, это было какое-то особенно ценное колесо, поэтому замок повесили именно на него. Согласно плану для школьного мероприятия, было заказано 200 пончиков. Вот только кто-то где-то ошибся, и к цифре добавили один лишний нолик. В общем, мероприятие наверняка удалось на славу, когда курьер привез 2000 пончиков с одинаковой начинкой. Знаете, что отличает кошек от собак? Кошкам абсолютно пофигу на ваши планы. Вы можете сколько угодно доказывать им, что это место планировалось вами как кошачий туалет. Но если они решили, что именно там удобнее всего спать, переубедить их уже не получится. Сила есть, ума не надо. В качестве иллюстрации к поговорке можно использовать эту картинку. Сколько силы должно быть у человека, который умудрился не той стороной воткнуть топор? По проводам течет электрический ток. Ток, слышите? Не вода! Вот что бывает, когда электрик и сантехник решают ненадолго поменяться ролями. Для заправки последнего самолета, видимо, нужного цвета не хватило. Взяли, какой был. Видимо, не ожидали, что кто-то заметит подмену. Место ведь незаметное. Всего лишь полнеба занимает. Остановка автобуса, конечно, планировалась перед магазином, но водитель решил доставить пассажиров прямо внутрь. Ну, что такого. Главное, вовремя извиниться. Это какой-то новый вид покемонов? Бедный Пикачу. Уши на пятой точке, хвост на лбу. Детям этого зверя точно показывать нельзя. Написано авокадо, значит авокадо. Большие, красные, сочные, с легким томатным привкусом. По плану сотрудников охраны, камера должна быть направлена на вход в банк. Но это совершенно не согласовывалось с планами маркетологов, которые благополучно повесили над входом вывеску, полностью перекрывающую обзор. При планировании идеального газона следует учитывать различные дополнительные факторы. Например, необходимость при стрижке заглядывать под всевозможные предметы в поисках притаившейся там травы. При планировании здания на чертежах вполне четко был указан балкон. Ну что ж, вот вам ваш балкон. А вот про то, что на балкон должна вести дверь, речи не было. Казалось бы, что может быть проще, чем нанести дорожную разметку на край улицы? Все может пойти не по плану, если какой-то умник решит оставить свою машину на пути проведения работ. Ух ты, Азия! Как тебя жизнь-то помяла! От Африки с первого взгляда и не отличишь! У них было целых два варианта действий. Либо установить скамейку в другом месте, либо сделать слив дождевой воды где-нибудь в стороне. Но нет, видимо, где-то сошлись звезды именно так, что скамейка теперь всегда обречена быть мокрой и грязной. Ну что ж, они пытались, но у них что-то не получилось. Самую малость. Вообще-то, ни для кого не секрет то, что решетки на дорогах делают для того, чтобы туда стекала дождевая вода. Вот только, похоже, когда планировали эту территорию, для решетки придумали какое-то другое назначение. Иначе я не знаю, как объяснить то, что она находится выше всех дорожек в округе. Так, то есть это вода. Вы в этом точно уверены? Не то, чтобы я сомневался в табличках, но все же как-то подозрительно. Вот так планировалась обычная стирка, а получилась внезапная пенная вечеринка. Весьма неожиданное изменение планов. И не сказать, чтобы неприятное. А вот весьма банальный план по заправке принтера обернулся внеплановой уборкой. Хотя, похоже, простой уборкой тут не отделаешься. Тут уже ремонт делать надо. Четыре буквы! Всего четыре буквы! Как можно было умудриться в слове «стоп» сделать две ошибки? Человек просто хотел купить несколько упаковок фанты. Казалось бы, что здесь может пойти не так? А вот представьте себе, может! Кто же знал, что нужно еще и внутрь заглядывать? Эта фотография наглядно иллюстрирует, как важно правильно составить план. Молоко, хлопья и тарелка – все, что требуется для быстрого завтрака. Ну вот человек так и сделал. А все потому, что неверно указали последовательность действий. А красивый у них утюг получился. Стильный. Ну да, конечно, планировалось погладить, а вместо этого получился стильный утюг. Но во всем же нужно искать положительные стороны. Мда, наверное, если рассказать ему про возможность поворота фотографии без необходимости ставить на бок монитор, он расстроится, да? А скриншот экрана он, видимо, с помощью фотоаппарата делает. Я две минуты не мог понять, что происходит с этим манекеном. Нормально поставить бедолагу было слишком сложной задачей? Если вы планируете зайти в туалет, не поленитесь в лишний раз внимательно осмотреть все двери и вывески, поскольку есть подозрения, что специально делают все для того, чтобы запутать людей и поставить их в дурацкое положение. Планировали поплавать в бассейне на матрасе? Тешили себя надеждой, что вас никто не потревожит? Ну да, с собакой свои планы согласовать не забудьте. Заходишь в туалет, видишь в стене люк. Но вот скажите, согласно какому плану за ним может находиться секретный писсуар? Спутниковая тарелка, спутниковая тарелка, спутниковый таз. Вот наш выбор. Интересно, хорошо ловит? Судя по всему, пешеходы на этом участке дороги очень часто грешат превышением скорости. Это постоянно приводит к авариям, поэтому пришлось на тротуаре установить лежачих полицейских. Согласно плану, на этом участке дороги должна быть вполне нормальная разметка. Ну, рабочий слегка психанул, и теперь мне бы очень хотелось посмотреть в глаза водителей, которые видят перед собой этот шедевр. Когда люди покупают машину с люком, они планируют наслаждаться солнцем и свежим воздухом. Дождь в их планы обычно не входит. Вот что бывает, когда планируешь брать с собой на обед бананы, а по итогу приходится обедать мандаринами. Это что, черника? Голубика? Виноград? Ой, да не важно, написано клубника, значит берем клубнику. Строители запланировали в этом месте дом. Электрики запланировали в этом месте столб. Менять планы ради друг друга они явно не собирались. В итоге мы получили вот такой шедевр. Ну вот опять, неужели вы думали, что кто-то будет устанавливать дренажные решетки так, чтобы туда могла стекать дождевая вода? Ведь туда может попасть грязь всякая, опавшие листья. Нет, мы ее лучше аккуратненько огородим. Будет она сухая, красивая и вообще так и планировалось. Ну запланировал человек себе сделать татуировку. Что такого-то? У меня только один вопрос. Он принципиально не смотрел, что получается в процессе работы. Идея покрасить пол может сама по себе и неплоха. Но пожалуйста, перед тем, как начать его красить, потратьте 30 секунд на планирование и продумайте для себя пути к отступлению. Такое впечатление, что у строителей было одновременно два плана этой башни. На первом было только окно, а на другом были часы. Но в итоге решили не выбирать, какой лучше и как-нибудь слепить все воедино. Что может быть прекраснее, чем семейный вечер у пылающего камина? Только главное, не переборщить с дровами, а то у вас будет не только пылающий камин, но и пылающая труба. Когда-то, много сотен лет назад, когда придумали первый комод, то на ящиках запланировали ручки, для того, чтобы было удобно его открывать. К сожалению, опыт веков со временем был утерян, и ручки стали делать изнутри. Если живешь в жарком климате, радость от установки кондиционера трудно переоценить. Вот только иногда все же следует заглядывать в инструкцию, иначе может ждать разочарование. Смотрите, сколько разрушенных планов всего на одной фотографии. Рабочие планировали просто прокопать аккуратную траншею и уложить кабель. Человек планировал просто уехать вечером домой на своей машине. Но теперь их день обещает быть гораздо интереснее. Когда планируешь пообедать, следует учитывать, что ставить горячие блюда на стеклянный стол – крайне плохая затея. Если вы планируете уехать на своей машине на следующее утро, а не весной, когда лед растает, то настоятельно не рекомендуем парковать ее под трубами. Планируете повесить на стену телевизор – похвальное желание, только не забывайте уточнять, из какого материала у вас сделана стена, а то могут быть неприятные сюрпризы. Когда оформляешь страховку на машину, то пытаешься предусмотреть все возможные варианты. Но почему-то мне кажется, что ни у кого нет в планах обнаружить, что лобовое стекло разбилось из-за рыбы. Планировалось, что зелень будет защищать фасад дома от палящих солнечных лучей и придавать красивый внешний вид. Увы, кажется, у зелени оказались свои планы на этот счет, и она решила взять выходной. Переживаете, что ваш автомобиль может быть подвержен угону, даже несмотря на сигнализацию и запертые двери? Стоит добавить небольшой элемент внутри, который обезопасит ваше авто. Теперь-то эту пиццу точно никто не заберет. Но разве что уличные собаки все съедят до прихода владельца. Когда разочаровался в эффективности велосипедных замков, поэтому решил впредь пристегивать каждую деталь своего байка по отдельности. Все уже привыкли к тому, что в магазинах с одеждой и техникой на товарах висят магниты, защищающие вещи от краж. Ну а довольно странно видеть подобное устройство на колбасе в продуктовом. Владелец авто решил поставить дополнительную защиту на случай, если кто-то захочет разбить стекла. И теперь его машина похожа на автомобиль на случай зомби-апокалипсиса. Турникет, который безусловно способен сохранить все имущество этого здания. И ждет разочарование каждого, кто оставил пропуск дома. Похоже, что дверной замок вышел из строя, и водитель посчитал, что его замена стоит неоправданно дорого, поэтому проще повесить на цепи навесной замок. Обезопасили невероятно ценное сокровище, которое к тому же плотно закреплено в земле. Зато вот сам забор можно поднять одной рукой. Конечно, байк своим ходом никуда не уедет, но при желании его можно погрузить на что-нибудь и увезти. Кажется, об этом водитель-гений не подумал. Аварийный выход на случай сигнала тревоги. Вешать замки на такие двери – это просто верх идиотизма. А потом будут же искать виноватого, если здесь случится какое-нибудь ЧП. Такая необычная картина была замечена неподалеку от пляжа. Где-то гуляет один любитель босой прогулки по песочку. Правда, стоило ради этого нести такой огромный замок. Перестраховаться и применить дополнительные меры защиты – это, конечно, хорошо. Но мне кажется, что небольшая группа людей может просто поднять и унести такой маленький автомобиль. С самого детства приучают к тому, что надо следить за своим велосипедом. Что же мешало этот крупногабаритный транспорт взять с собой? Со мной учится одна девушка, и кажется, она жуткий параноик. Ведь периодически мы видим нечто подобное, когда она оставляет свой рюкзак без присмотра. Кому автомобиль, кому рюкзак, а кому хотя бы стул на учебе сохранить? Похоже, в этой аудитории острая проблема с нехваткой сидячих мест, раз за них ведется такая борьба. Получается, владелец этого авто паркуется только на местах, где есть люки водоотводов? Если так, то ему во много раз сложнее найти парковочное место. Очередной, крайне эффективный метод обезопасить свое имущество. Скакалку ведь может развязать лишь тот, кто привязывал, так к тому же она устойчива к любым порезам. Сложно даже представить, насколько часто здесь воровали туалетную бумагу, что пришлось повесить на держатель замок. И теперь ключ от священного рулона есть только у уборщицы. Те, кто какое-то время жили в общежитии, понимают, насколько необходимы подобные методы, чтобы постоянно не находиться на общей кухне во время готовки. Нет возможности приобрести специальный замок для велосипедов? Не беда. От кражи вас обезопасит и навесной замок, повешенный на цепь. Когда решил создать иллюзию безопасности? Они не только установили дверь, но еще и замок на нее повесили. Это ведь так поможет, когда на цокольный этаж можно с легкостью попасть, перепрыгнув через невысокое ограждение. Еще одна жертва сломанного дверного замка в автомобиле. Владельцу этого экземпляра было настолько не жалко свое авто, что он на него даже петли приварил. Думали, велосипедный замок предназначен исключительно для этого вида транспорта? Вовсе нет. Как видите сами, автомобилисты также им пользуются. Вечная проблема с тем, что кто-то постоянно выкручивает лампочку в подъезде. И ответственный за освещение нашел выход. И ведь ему, похоже, совершенно все равно, что этот трос с легкостью можно перерезать. Запомните, главное создать видимость защищенности. Видимо, проблемы угонов, с которыми встречаются обычные граждане в структурах вооруженных сил, также актуальны. Сразу видно, это его парковочное место. Ведь он уже оборудовал его под себя. Я один считаю, что если газануть как следует, эта цепь с легкостью порвется. И вновь место, в котором постоянно пропадает туалетная бумага. Здесь цепь полностью заменила держатель, придав некий антураж. У кого-то точно случалось, что они случайно уносили с собой общую ручку, после того, как заполнили необходимые бумаги. Здесь никому не удастся проделать это. Наверное, у владельца велосипеда боязнь того, что его средство передвижения украдет именно низкий человек. Иначе зачем бы он стал его так высоко подвешивать? Определенно, по ту сторону дверцы хранится что-то очень важное, раз на него повесили целых четыре здоровенных замка. Игрушка, которая занимает настолько много места в квартире, что ее приходится оставлять в подъезде. А чтобы ее никто не спер, на помощь опять пришел в велозамок. Стремянка — это точно тот объект, который можно незаметно украсть. Именно поэтому ее нужно сажать на цепь. И обязательно к столбу, с которого эту цепь можно снять, лишь подняв ее. Кто-то ворует туалетную бумагу, а кто-то — мыло. Обычная веревка обезопасит от этого, ведь для того, чтобы разломать мыло, понадобятся нечеловеческие усилия. Для этой ситуации у меня есть лишь одно разумное объяснение. В подъезде, как и в квартире, нет места для складной коляски, поэтому пришлось повесить пакет, создав импровизированную полку. Гений, которому даже в голову не пришло, что для того, чтобы отстегнуть его велосипед, нужно лишь приподнять рекламный щит. Жаль, что нет фотографии из салона, чтобы понять, есть ли внутри такой же шпингалет. А что, очень даже удобно, но насчет безопасности, правда, сложно судить. Не работает замок на двери. Прицепите замок к коробке передач, без нее точно никто не сможет уехать. Кстати, это первый кодовый замок, который мы сегодня видим. Создается впечатление, будто это результат полнейшей импровизации. И вновь забыли подумать про то, что ремень легко перерезать, если есть желание. Велосипедный замок купил, а умение им пользоваться не купил. Для того, чтобы освободиться от такой защиты, нужно лишь грамотно повернуть руль. Один из самых ярких примеров того, как, подходя поближе, осознаешь, что это место практически и не заперто. Да что вы знаете о борьбе за лавочку? Кого-то эта ситуация просто вывела из себя, и он психанул. Теперь лавка будет стоять под этим деревом всегда. Знакомая ситуация для тех, у кого на работе есть кухня, на которой хранятся кружки всех сотрудников. Надоело, что вашу кружку постоянно кто-то трогает, так повесьте на нее замок. Вот что значит индивидуальные качели. Насладиться ими может лишь тот, у кого есть заветный ключ. Буквально все стараются унести из общественного туалета. Поэтому всю утварь приходится оковывать цепями, чтобы она оставалась на месте. Это бесспорно удобно, но назвать этот участок хорошо защищенным вряд ли повернется язык. Остается надеяться лишь на то, что со стороны улицы не видно эту картину. Похоже, кто-то обналичивает миллионы. В ином случае очень сложно понять, зачем же надо было прибегать к таким действиям. Я же говорю, в общественном туалете должно находиться под замком абсолютно все. Все, некуда вешать замок? Тогда вкрутите петли. Из-за того, что не видно, где находится эта лампа, сложно что-либо судить об этом помещении. Но похоже, здание находится в районе, где уносят все, что не прикручено. Главное, пристегивать ремнями безопасности не только людей, но еще и то, что тебе действительно дорого. Смекалка – это тот инструмент, который вам позволит защитить ваш транспорт от угона, даже если у вас нет никаких специальных средств. Мышеловка на сидении – определенно очень эффективный метод. Пожалуй, единственный случай, когда действительно понимаешь необходимость подобных мер. Ведь пока не установишь новую дверь, твоя машина превращается в общественный транспорт. Как я уже говорил, вам лишь нужно заблокировать замком коробку передач, чтобы быть уверенным в том, что ваш автомобиль никто не угонит. Видимо, это очень важная ложка, раз ее обезопасили от кражи такой здоровенной цепью. Как считаете, какое у нее предназначение? Не нашли подходящее место, чтобы припарковать велосипед? Цепляйте его к собственной обуви, она не позволит колесам крутиться. Если у сидений вашего авто есть похожие отверстия, то это очень даже хорошо. Ведь у вас есть возможность пристегнуть спинку кресла к рулю. Это приведет любого угонщика в замешательство. Похоже, это очень криминальный район. Владельцу авто, конечно же, совершенно наплевать, что в этом дворе он живет не один. На случай, если вы пытаетесь прекратить есть по вечерам, но у вас ничего не выходит. Запирайте холодильник на замок, а ключ отдавайте близким. Не хотите портить салон, приделывая петли для замков? Еще можно возить с собой огромный брусок, который достаточно пристегнуть к рулю, чтобы тем нельзя было воспользоваться. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!